Сотрудники Коми-научного центра подвели итоги мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов грибов, растений и животных. В прошлом году ученые работали в 15 муниципалитетах и изучили 174 вида. По итогам исследований будет подготовлена новая редакция Красной книги Республики Коми. Между тем, в изучении краснокнижной флоры и фауны биологам помогли рыбаки из Усть-Цилимского района. Они обнаружили находку, которая переполошила местных жителей. Почему, расскажет Павел Королев. Знакомьтесь, насток сливовидный. Именно такие склизкие шарики в своих сетях обнаружили усть-Цилимские рыбаки. Сначала мужчины подумали, что это последствия нефтеразлива. Однако позже выяснилось – это водоросли, причем занесенные в Красную книгу. К слову, для жителей района встретить насток в реке – это хорошая новость. Ведь он произрастает только в чистых водоемах. И обнаружить его даже специалисту – настоящая удача. Но ученым не всегда так везет. В поисках краснокнижной флоры и фауны им приходится отправляться в самые отдаленные уголки Коми. В прошлом году экспедиция работала в Кайгородском нацпарке. Это дом для большого количества птиц, животных и растений. Причем среди них много краснокнижных. Главное, редко здесь – человек. А потому это один из немногих островков дикой природы. Именно здесь, в нацпарке, ученые смогли обнаружить редкие виды грибов, которые ранее здесь не находили. Это очень интересная территория, так как мы уже побывали два сезона. Уже южная тайга, заходят южные виды больше. Так как мы обычно ездим все по северам. Там Урал, например, Северный Урал. Тут более интересные уже огромнейшие осины. Говорят, что приезжали сотрудники из других организаций. Говорят, что они никогда в жизни таких осин. То есть, ее невозможно обхватить. И в связи с этим встречаются виды, которые поселяются на валеже осины. Краснокнижные виды, например, плетей умбровый. Всего ученые в прошлом году работали в 15 муниципалитетах. Изучили 174 вида растений и животных. Исследователи убедились – большинство из них все так же населяют просторы республики. В этом году предстоит изучить еще 89 видов растений. Как итог, в 2029 году будет выпущено уже четвертое издание Красной книги Республики Комии. Ее обновляют каждые 10 лет. В этот период 10 лет между изданием Красной книги как раз и собирается такой детальный материал. У нас уже достаточно много собрано материала в предыдущие годы. Но, тем не менее, все равно есть еще пробелы. Ну вот, например, для растений, высших цветковых растений, которые знают жители республики, наверное, лучше, чем другие группы. Всего лишь для 60% от общего числа видов мы знаем о состоянии популяции. Параллельно идет работа над электронной картой краснокнижных видов. И здесь ученые ждут помощи от обычных жителей Комии. Обнаружив редкое растение или животное, можно сфотографировать его и отправить снимки с местоположением находки на специальный портал. Тем самым помочь ученым обнаружить и сберечь редкие виды для будущих поколений. Павел Королев, Эдуард Фомичев, Телеканал Юрган.